я просто как бы почувствовал что ей уже нет места в нынешних реалиях и увидел это высказывание простое очевидное к сожалению не для всех на тот момент что мы теперь уже живем в состоянии войны и я вот исправил эту надпись закрасил цветной фон в такой грязно-серый заплатили глобально я себя не считаю антивоенным художником потому что я рисую на самые разные темы которые меня волнуют но если мы говорим каких-то узких рамках то в целом да меня можно так назвать потому что я сделал ряд антивоенных художных высказываний которые формируют какую-то картину о том каким является искусство сопротивления в россии сейчас и и и и и и и и и Ну и самое известное, да, это высказывание израсилования, которое как бы вообще бьет в самую точку осознание того, что происходит со страной, и то, что государство делает как внутри России, так и снаружи от ее имени. Высказывание в виде слова израсилования я придумал еще в прошлом году, первый военный год летом. Просто в один момент оно пришло в голову, и я запостил его в соцсети, как я это часто делаю, в виде просто цифровой картинки. Я понял, что нужно будет делать, но делать нужно уличную работу в подходящий момент. К 12 июня, к Дню России, я почувствовал, что это тот самый момент, когда нужно делать и презентовать работу израсилования. Я считаю, что государство, менты, которые этому государству прислуживают, они являются не с авторами, но статистами и моими пиар-менеджерами. Так как они меня раскручивают, вряд ли бы я сам бы смог себя так раскрутить, потому что они сделали все для того, чтобы та же самая работа израсилования была расфиражирована максимально широко, чтобы они узнали как можно больше людей, и чтобы они не забывали и узнавали еще больше и больше людей, когда они раз за разом создавали новые информационные поводы. Работа «Русская радуга», которая озарила меня ровно в тот день, когда было судебное заседание Верховного суда, признавшего деятельность ЛГБТ-организацией экстремизмом. До этого слышал об этой новости, но именно этот образ я увидел, проснувшись в тот день, когда уже решение было принято. То есть некоторые работы, они озаряют внезапно, и ты понимаешь, что нету времени тянуть, их нужно делать прямо сейчас.